Уважаемые коллеги, тема нашей пресс-конференции – вступление во всемирную торговую организацию «Новые возможности Казахстана». После успешного завершения переговоров по вступлению в ВТО, наша страна стала 162-м членом этой глобальной организации. И сегодня мы поговорим о перспективах развития нашей страны в ВТО с нашим гостем, заведующим отделом экономических исследований Института Евразийской интеграции Владимиром Владимировичем Тельновым. Владимир Владимирович, приветствую вас, добро пожаловать, вам слово. Уважаемые коллеги, прежде всего я хотел бы обратить ваше внимание на очень любопытную историю создания ВТО, которая многое дает к пониманию этой организации. Помните, в конце Второй мировой войны, в начале послевоенные годы, стал вопрос о создании нового мирового экономического порядка. И вот тогда была создана известная финансовая бретенвудская система, и вторая опора вот этого нового мирового порядка была выдвинута идея создания международной торговой организации. В 1946 году в Гаване была созвана специальная конференция, которая подготовила соответствующие документы, причем эта конференция была сосредоточена на трех моментах. Это подготовка генерального соглашения по снижению тарифов торговых, второй момент – устав международной торговой организации, и третье – о том, как эта международная торговая организация должна выполнять координирующую роль. И вот все эти документы были подготовлены. В 1947 году, я говорю, было подписано соглашение по ГАД, и в 1948 году, с 1 января, оно вступило в силу. Другие документы стали ратифицироваться в парламентах разных стран, которые участники этой конференции были. И что самое интересное, в Конгрессе Соединенных Штатов эти документы не были ратифицированы. И, естественно, это сразу же вопрос о создании международной торговой организации был отложен. Но, тем не менее, ГАД существовало, генеральное соглашение по торговым тарифам, и оно показало свою эффективность. Вот можно привести цифры. Средняя таможенная пошлина в мире снизилась с 40% к моменту подписания соглашения в середине 40-х годов до 4-х в середине 90-х. Ну, налицо эффект. И поэтому, естественно, было принято решение о том, чтобы идти дальше. И в 1994 году в Маракеши было подписано соглашение о создании Всемирной торговой организации, вступившей в силу с 1 января 1995 года. А через год Казахстан подал заявление на вступление в эту организацию. И вот такой длительный путь мы прошли. Помимо этого, страны-участницы в Маракешской конференции достигли согласия о том, что в рамках этой организации будут регулироваться торговли не только товарами, но и услугами. К этому времени, к началу 21 века, уже 20% мировой торговли составляла торговля услугами. И поэтому было принято специальное соглашение по торговле этими услугами. Ну и плюс, еще было принято соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности. Их надо было защищать. И бренды, марки и так далее. И все это было договорено. Патенты. Таким образом, спустя почти 50 лет, после неудачных попыток создания международной организации и существования временной конструкции в виде ГАД, с 1 января 1995 года ВТО приступило к своей работе. Сегодня нормами ВТО регулируется около 95% всей мировой торговли товарами и услугами. Обратите внимание, ВТО является одним из столпов существующего мирового экономического порядка. Я уже сказал, финансовые институты, финансовая система бретенвудская, ее основными столпами являются Международный валютный фонд и Международный банк реконструкции и развития. И институционально регулирование торговли принадлежит Всемирной торговой организации. Тем самым, вступив в эту организацию, Казахстан как бы завершил свою интеграцию в существующий мировой экономический порядок. До этого, конечно, мы нас признавали, мы были, мы финансовые инструменты во все входили, вот эти институты, но в торговой организации нас не было. И поэтому это вступление, конечно, нам сразу расширяет ряд возможностей. Еще один момент, на который я хотел бы обратить внимание, вот мы говорим, мы вступили ВТО. Тут есть четкий юридический признак, когда мы вступаем ВТО. Ратификация протокола о присоединении Казахстана к ВТО в нашем парламенте должна произойти в срок до 31 октября этого года. 31 октября 15 до. Официально Казахстан станет 162-м членом ВТО после 30 дней с даты ратификации. Вот как только парламент нас проголосует, президент подпишет, значит 30 дней проходит, и тогда, значит, мы становимся полноправными членами. Поэтому чисто юридически. Это формальности, но это чисто юридически вот такая вот процедура, и надо понимать этот момент. Вступление Казахстана в ВТО является важным и серьезным шагом для страны в целом. Благодаря этому событию внешнеэкономическая деятельность Казахстана становится более стабильной и прогнозируемой. Основные цели, которые мы ставим перед собой, Казахстан ставит перед собой при вступлении в ВТО. Это получение лучших условий для доступа отечественных товаров и услуг, я еще хотел подчеркнуть, на зарубежный рынок. Возможность разрешения споров с помощью различных международных инструментов, прежде всего инструментов, конечно, ВТО. Привлечение инвестиций извне, формирование благоприятных условий для улучшения качества и конкурентоспособности казахстанских товаров и услуг, участие в формировании международных правил торговли с учетом национальных наших интересов. И, конечно, улучшение имиджа страны как полноправного участника международного товарооборота. Хочу подчеркнуть, достигнутый уровень реформирования и открытости экономики нашей республики дают возможности Казахстану выгодно интегрироваться в мировые экономические и технологические процессы. Вы знаете, что есть достаточно много негативных примеров, когда страны интегрировались, становились членами ВТО, а потом, в общем-то, пожинали горькие плоды. Так вот, уровень, на котором мы входим сейчас в эту организацию, позволяет нам быть полноправными участниками, и мы имеем достаточный потенциал, чтобы решить те проблемы, те вызовы, которые бросает нам вступление в эту организацию. Каковы прогнозируемые результаты вступления Казахстана в ВКО? С одной стороны, казахстанский потребитель, это прежде всего бизнес и население, получит доступ к более обширному и разнообразному рынку товаров и услуг. Это будет способствовать повышению уровня населения. Ну, вспомните наглядный пример, мобильная связь. Помните, когда только это создавалось, сколько стоили услуги сотовой связи, когда у нас была одна компания. Потом приходят зарубежные компании на наш рынок, и цены, естественно, сразу упали, в мобильная стала связь доступной, и сейчас мобильный телефон, это, в общем-то, бытовая такая обыденная вещь, которая никого не удивляет, это, ну, повседневность, как утром помыться, так и использовать мобильный телефон. С другой стороны, в экономической сфере образуется существенно более сильная конкурентная среда. В первую очередь давлению транснациональных компаний, а они будут идти впереди всего этого процесса, они имеют огромный опыт конкурентной борьбы, испытают на себе текстильная, пищевая промышленность, машиностроение, финансовый сектор, страховые компании и банки, розничная торговля, сельский хозяйственный сектор. Вступление в ВТО – это дополнительный стимул для кропотливой работы по повышению конкурентноспособности Казахстана. Участие в ВТО способствует решению ряда важнейших внутриэкономических задач Казахстана – росту производительности труда, снижению издержек, повышению конкурентноспособности товаров и услуг. А главное, вы почувствовали, вот я назвал ряд проблем, и эти проблемы, они все время на слуху. Почему? Потому что все это у нас уже упоминается в наших главных документах, пяти реформах и планах, и плане нации, сто конкретных шагов. Ключевых государственных программах индустриально-экономического развития и Нурлыжо. Которые призваны повысить, в конечном итоге, уровень конкурентноспособности Казахстана и на этой основе улучшить уровень благосостояния наших граждан. В этой связи нам окажет помощь опыт конкурентной борьбы, полученной в Виразийском экономическом союзе. Очень важен для нас будет то, о чем говорит наш президент, переход на стандарты организации экономического сотрудничества и развития, в которую, собственно говоря, и входят 30 развитых стран, куда мы хотим, ставим целью прийти. И чтобы прийти туда, мы, естественно, должны выйти на те стандарты, которыми они пользуются. Одновременно следует обратить внимание на следующие моменты. Первый. Это сектор малого предпринимательства. Именно в этом секторе сосредоточен основной потенциал экономического роста страны. Нужна новая государственная программа поддержки малого бизнеса для создания условий выживаемости его в конкурентной борьбе с другими предпринимателями других членов ВТО. Необходимо создать соответствующую инфраструктуру поддержки предпринимательства, бизнес-инкубаторы, технопарки, кредитные союзы, страховые компании, информационно-исследовательские, маркетинговые центры и так далее. Второе. Необходимо в государственном масштабе решать проблему, наряду с информационно-разъяснительной работой среди предпринимателей, решать проблему подготовки кадров для работы в новых условиях на внутреннем рынке после вступления в ВТО. И третий момент, на который бы я хотел обратить внимание. Один из главных полюсов членства ВТО в возможности более эффективно влиять на процесс глобализации. Важную роль в этом призвана сыграть идея нашего президента, идея G-Global. Взаимодействие с Россией, Китаем и другими странами БРИКС, что, собственно говоря, сейчас и делается. То есть работа начата по повышению конкурентоспособности Казахстана и при настойчивости и целеустремленности при ее реализации Казахстан выйдет на новые рубежи своего развития. В этом нет никаких сомнений. Спасибо. Благодарю вас, уважаемый Владимир Владимирович. А сейчас, уважаемые коллеги, вы можете задать желающие вас вопросы по заданной тематике. Пожалуйста, первый вопрос. Бенюс. Информационная агентство Бенюс. Как известно, программа импортозамещения, проводимая сегодня правительством, полностью себя оправдывает. Я хотела бы уточнить, не противоречит ли она требованиям ВТО? Спасибо. Спасибо за вопрос. Программа импортозамещения действительно сегодня себя оправдывает, но, как вы понимаете, во многом она противоречит духу и букве требований ВТО. Поэтому Казахстанам предусмотрен специальный, и это вообще международная практика, предусмотрен специальный переходный период для реализации государственной поддержки. Потому что поддержка в любом случае она будет, но найти формы этой поддержки, конечно, это требует времени. Указанные переходные периоды дают достаточного возможности. У нас по различным позициям 3, 4, 5 лет есть для такого поиска. Вот я приведу примеры, чтобы вы как-то почувствовали эти возможности. Вот по данным Всемирного банка, в Японии субсидии рисоводам достигают 700% отечественным рисоводам. Ну, вы понимаете, при таких субсидиях доступ риса, допустим, из Таиланда или откуда-то, он практически невозможен. Потому что цены будут несопоставимы. Прямые субсидии производителям из бюджета ЕС составляют 100 миллиардов долларов и снижают цены на мировых рынках сахара, молочных продуктов и пшеницы. Соединенные Штаты в свое время предприняли даже такой маневр. Они как-то поощрили выход высокотехнологичных предприятий в офшоры, чтобы резко снизить налоговые отчисления и тем самым повысить конкурентоспособность своих предприятий. Это было настолько массово, что в конечном итоге ВТО вынуждено было реагировать на это. И несмотря на то, что американцы там имеют очень хорошие позиции, тем не менее они вынуждены были заплатить 4 миллиарда долларов штрафа за эти компании. Но тем не менее это все потребовало большого времени, а этот временной лаг был использован для того, чтобы поднять эти компании, дать им толчок, и это было сделано, и потом уже конкуренты оказались в более худших позициях, чем они. Поэтому и наша задача использовать переходный период для того, чтобы поднять конкурентоспособность наших предприятий и оказать им соответствующую поддержку. Благодарю вас. Следующий вопрос. Пожалуйста, желающие можете поднять руки. Жерма Терзкий и Зет, пожалуйста. Телеканал 24Кезет, Гульнара Турсуна. Сейчас высказывается много мнений о так называемом устарении ВТО, в связи с тем, что создаются транс-техоокеанские зоны свободной торговли. И вот скажите, вот имеет ли место такое действительно? Ну как бы есть, действительно ли ВТО как бы теряет свою актуальность и приходят другие рынки? И вторая часть вопроса, скажите, как отразится вступление ВТО на сфере услуг Казахстана, на развитии сферы услуг? Спасибо. 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 Так, тут как бы два вопроса получаются. Значит, первый вопрос. Вот сейчас создаются многочисленные интеграционные объединения. Вот в частности Соединенные Штаты сейчас проводят такую стратегию экспансии торговой. И у них сейчас очень дешевые товары. И они хотят вот этот момент использовать и прийти на рынки Тихого океана. Они там присутствуют, но сейчас вот делается ставка в массовом таком порядке. И прийти в Европу. И поэтому выдвинуты два проекта создания соглашения о свободной торговле и с Европой, и в регион Тихого океана. Конечно, они постараются исключить Китай из этого, как своего конкурента из этой зоны. В свою очередь, вы знаете, Китай что делает? Это потенциальный. Вот вы знаете, что где-то в ближайшее время по каким-то позициям они уже превзошли Соединенные Штаты. А где-то в ближайшие годы, десятилетия они превзойдут и по другим позициям Соединенные Штаты. Вот настолько велика потенция этой страны. И они тоже двигаются в этих же направлениях. Вы знаете, выдвинутая идея Синьцзапиньям, экономический пояс шелкового пути, который делается для того, чтобы товары, сейчас только 2% товаров китайских в Европу поставляется через посуши. Все остальное идет морским путем, естественно, временные затраты и так далее. А ставится задача к 2020 году уже где-то порядка 20%, чтобы пошло через посуши. Это альтернатива. Вы знаете, что китайцы пошли на создание мощного канала через полуостров, чтобы выйти туда, к Индийскому океану. Это они прорывают параллельно с Панамским каналом. То есть они резко укрепляют инфраструктуру для того, чтобы не зависеть от Соединенных Штатов и тоже выйти на рынки Тихого океана, стран Тихоокеанского региона. И вот эта борьба, она сейчас разворачивается в таком международном плане. И она составляет, для понимания процессов экономических, которые в мире, это очень важно понимать, вот эту борьбу. И при чем тут ВТО? Конечно, ВТО это как бы стоит над, должно стоять над этой борьбой, потому что она всемирная организация и должна решать, создавать правила торговли и товарами услуг во всем мире. И поэтому, конечно, вот эта борьба, она, ну, конечно, кто-то будет, вот эти блоки будут попытаться использовать в своих интересах, но задача, конечно, не дать, подмять эту организацию под интересы какого-либо национального блока. Потому что в целом тогда мировая торговля, мировая экономика, конечно, получит негативные моменты. Теперь, что касается вот сферы услуг, это очень важная проблема. Вы знаете, что сегодня свыше 50% ВВП Казахстана производится в сфере услуг. И поэтому, как тут будут развиваться процессы, для нас очень важно. И поэтому вот при вступлении ВТО, там четко вот мы в протоколах это зафиксировали, что, и это международные правила вот этой организации, что компания иностранная при входе на наш рынок, она должна приобрести статус нашего юридического лица. Вот какая-то международная мощная компания, она создает филиал, и этот филиал должен быть зарегистрирован у нас. То есть она должна действовать в нашем правовом поле. И за счет этого, конечно, тут можно многие проблемы решать. Ну и опять же, мы переходной период устанавливаем здесь. Допустим, по истечении двух с половиной лет, с момента вступления Казахстана в ВТО, будут сняты ограничения в 49%. Сейчас у компании, оказывающей услуги междугородной и международной связи, у них есть требование к ним, что им не должно принадлежать больше 49% акций. Теперь это ограничение через два с половиной года будет снято, и тогда, естественно, они смогут более активно действовать на наших рынках. Но мы имеем два с половиной года для того, чтобы решить свои проблемы. После пяти лет с момента вступления Казахстана в ВТО, в Казахстане будет разрешено учреждение прямых филиалов иностранных банков и страховых компаний. То есть вот у нас уже пять лет здесь имеется. И вот с помощью вот такого механизма, вот этого, мы получаем возможности для того, чтобы поднять конкурентоспособность наших механизмов, наших предприятий, наших банков, для того, чтобы решить вот те проблемы, которые стоят перед страной. Спасибо большое. Теперь мы можем перейти к следующему вопросу. Пожалуйста, Олег Рябченко. Да, благодарю. Вы сказали, что есть страны, которые от вступления ВТО ничего не выиграли, а наоборот пожимают только негативные плоды. Наверное, один из ярких примеров – это Кыргызстан, который в основном живет за счет Иссыкуля и реэкспорта своих товаров. Все-таки какие ошибки Казахстан может извлечь из опыта стран, в частности Кыргызстана? Существует ли анализ ошибок, которые, допустим, допустила эта страна по анализу вступления России в ВТО? Что необходимо Казахстану избежать? Какие негативные последствия могут нас ожидать? Спасибо. Кыргызстан, вы знаете, это первая страна постсоветского пространства, которая вступила в ВТО в 1998 году. В первоначале была эйфория. Дешевый китайский, турецкий товар хлынул в страну, и Кыргызстан, по сути, стал страной посредников. Они перепродавали товары турецкие и китайские, которые к ним поступали, к другим странам, Казахстану, России. И товарообороты рынков, вот Дардой, допустим, в Бишкеке, они составляли свыше 2 миллиардов долларов в год. Это огромный, конечно, потенциал. И, конечно, на этих деньгах, на эти потоки товаров выросло определенное поколение бизнесменов. Сказалось это и на занятости. Это одна сторона вопроса. Вторая сторона вопроса заключается в том, что очень пострадало сельское хозяйство и товары местного производства. Там были крупные очень предприятия, но в основном военного плана. Помните, там завод по производству торпедной с Экулией и так далее. Так вот, все это было пущено на металлолом. Эйфория была такая, что это все, война окончена. И, в общем-то, бездавно, честно говоря, было растратено. И в то же время толчок был дан еще в каком направлении. Значит, некоторые товары выгоднее не привозить, а производить на месте. И поэтому в Бишкеке, во всей Киргизии возникла масса швейных производств. И вот швейная промышленность, там под жидкочными ярлыками они, конечно, используют. Но швейная промышленность, конечно, сделала большой скачок в Кыргызстане. Это сейчас один из таких точек роста, который может им позволить выйти из ситуации. Но затем последовали такие моменты, большие трудности, когда страны создали таможенный союз, единое экономическое пространство и создали единый Евразийский экономический союз. На границах были установлены барьеры. Эти товары, которые они раньше перепродавали, теперь по тем тарифам не могли, они раньше на свободное уходили. А тут надо было платить пошлины. Стали неконкурентоспособны. И в этой ситуации они долго колебались, искали различные варианты выхода из этой ситуации. И потом все-таки было принято решение о вступлении Киргизии в Евразийский экономический союз. Но я хотел бы подчеркнуть, что в настоящее время руководство Кыргызстана хочет решить проблему как бы двумя путями. Оно и шло, и идет по двум направлениям. Они, с одной стороны, улучшают отношения и вступают в Евразийский экономический союз, а с другой стороны, у них очень уже налаженные отношения с Китаем. Китай реализует ряд там проектов. И они рассчитывают, что сейчас им удастся совместить эти два проекта. Вы знаете, что страны ШОС сейчас обсуждают этот вопрос. Как совместить экономический пояс шелкового пути и программу развития Евразийского экономического союза. И вот при решении этого вопроса они рассчитывают получить большие конкурентные преимущества и получить толчок для развития своей экономики. Что касается России, пока прошло мало времени, чтобы оценивать, давать как-то окончательные выводы. Плюс война санкций здесь наложила свой отпечаток на развитие экономики России. Плюс ситуация с рублем. Я вот хотел в этом плане сослаться на мнение академика Примакова, бывшего премьер-министра этой страны. Недавно вышла его, к сожалению, последняя книга «Россия. Надежды и тревоги». И вот он отмечает, что применение против России экономических санкций США, ЕС и ряд стран, что применение вот этих санкций, оно противоречит в сути ВТО. Это действительно так. Отсюда призывы в России раздаются выйти из ВТО. Это довольно такое сильное сейчас течение. И Примаков отмечает, это очень многоопытный человек, за недолгое время нахождения России в ВТО уже проявились и некоторые отрицательные явления. Например, ухудшение положения целого ряда предприятий легкой промышленности, сельского хозяйства, не выдерживающих конкуренцию с импортируемыми товарами. Но продуманная на государственном уровне политика способна поддержать отечественных производительных и без выхода страны из ВТО. И вот у него там целая глава посвящена этому вопросу ВТО. И он показывает преимущество и все-таки это, говорит, перевешивает. Потому что иначе придется начинать, если мы выйдем, он говорит, нам придется опять снова начинать этот процесс. Этот процесс у них длился вступление 18 лет. У Казахстана 19 лет. Вот у них 18 лет. И естественно, они будут вне этого механизма. И поэтому, конечно, говорит, конечно, часть стран настроена недружелюбно, но надо решать эту проблему. Владимир Владимирович, благодарю вас за участие на нашей пресс-конференции. Уважаемые коллеги, на этом мы завершаем нашу пресс-конференцию. Всем спасибо. До скорой встречи.